Горячий всем пламенный привет! С вами Баннивур, сайт goodgame.ru и очередной выпуск рубрики Best Replays. Сейчас посмотрим совершенно шизофреническую, маниакальную, космическую демку, под стать моему состоянию, поскольку волей судеб ночью это я очень мало спал, все утро и до обеда провел в электричке и сейчас нахожусь в несколько разобранном состоянии, но вот демка она примерно такая же. Что будет в ней происходить не сможет описать ни один вменяемый игрок Warcraft, не сможет объяснить ни один профессионал в этой игре, ну в общем вы сейчас в этом сами убедитесь. Как мы видим сражается у нас Human Sexy Time против эльфа на карте Тиренаса, вот вы видите сразу же прибегает к эльфу. Казалось бы стандартная дефолтная хуманская ранняя застройка, есть такая гиперранняя застройка, когда три рабочих посылаются и за рудником у эльфа ставятся вышки, ему очень трудно это отбивать без должной подготовки, особенно с агрессивным бараком. Но здесь вон чего, здесь вон чего, здесь вот у нас human помогает эльфу базу строить, базу строить, только вместо деревьев растут дома. В общем, такой, знаете, классический загородный поселок городского типа, превосходный жилищный комплекс, современные модернизированные здания и красивая природа нетронутая в виде эльфийских деревьев. Вот все это вместе это какой-то элитный жилой комплекс. Но если серьезно, я совершенно не понимаю, что происходит и почему эльф не строит, например, аовы в массе своей для того, чтобы все это отбивать. Мы видим, что у хумана алтарь достраивается примерно в то же время, что и у эльфа. Но здесь можно объяснить только тем, что эльф изначально планировал гонять в раннего героя. Кстати, у него great на tier 2, заметили, да? Прямо сейчас у эльфа great на tier 2. Судя по всему, уже подходит к концу, да, так и есть. Именно поэтому эльф просто с одним алтарем выходит в tier 2. Объяснить этот билд невозможно, только психиатры с большой практикой могут это как-то рационально истолковать. Вот, значит, нейтральный герой, безусловно, поздний алтарь. Ранний great, поздний алтарь. Нейтральный герой, мало виспов. У эльфа хуман тоже берет нейтрального героя. Как мы видим, это нога. А тут фаерлорд. В общем, классическое противостояние в этом мачапе нет. Тем временем футман лихо проверяет мечом прочность эльфийского дерева. Я не понимаю, что происходит. Фаерлорд перебрасывается плюхами с нагой. Он вызвал элементаля, который не заметен за постройкой, но фаерлорд понял, что в этих разменах раз на раз нага ему вламывает и побежал назад. Нага отправилась в погоню, элементаля размножился, а футман лупит эльфийский алтарь. И тут же берется бистмастер в качестве второго героя эльфом. Напоминаю, у него тир-2. Здесь фаерлорд, ну, каким-то образом, я не знаю, видимо, не добежал до родных пенат. Правда, но в родных пенатах ничего хорошего его не ждет. Здесь вражеские строения, вышки строятся, и вряд ли фаерлорд нашел бы умиротворение в родных покоях. Но, тем не менее, нага оказалась быстрее. Видимо, там одной стрелой все-таки зацепила или недоконтролила эльф, недоотводил героя. Ну, вот бистмастер, смотрите, вызывает двух кабанов и начинает ответную охоту за змеей. Нет, кабаны возвращаются, пытаются в нем строящиеся, грейдящиеся вышки. А где, давайте посмотрим, кто является лучшим спринтером? Бистмастер или нага? Ну, как и было всем очевидно. Здесь, кстати, да, нет, ну, при помощи читерского виспа бистмастер буквально на пару метров оказался ближе к цели, чем нага. И видим, что, да, с двумя ногами бегается как-то более резво, чем с хвостом. Тем временем фаерлорд выходит, но, в принципе, если он как-то элемов тут расконтролит, то можно, ну, не знаю, или нет, или нельзя. У хумана тем временем на базе вообще ничего нет, и туда заходит в гости как раз бист. Готово. В этом убеждается. Здесь просто халявная экспа. Правда, вызываются все рабочие, но это действительно слабое место у хумана. Дальше я демку не смотрел, потому что я ее выключил в ужасе, подумал, что мне показалось. Вот сейчас вместе с вами буду продолжать любоваться происходящим. Видимо, будет размен базами. Я не знаю, как эльф собирается отбивать мейн, по которому уже лупят две в башне. Лупят довольно резво. Нага выходит у хумана, оказываясь сразу в гостях у сказки, а именно в гостях у эльфа. Инкам у эльфа, интересно, есть. Ну, там еще виспи добывают. Я думаю, что сейчас можно набрасываться на рудник. Здесь, правда, тоже прогоняют хуманских рабочих, и инкам у хумана тоже нет. Куда побежали рабочие, большой секрет. Да, тем временем, ну, мейну плохо. Мейн надо... Ну, видимо, эльф не собирается его перекапывать подальше от вышек, хотя я бы рассмотрел такую возможность. Правда, здесь футмены. Эльф выращивает магазин в центре. На какие средства собираются существовать две этих отсталых страны третьего мира без основных источников доходов, я не знаю. Возможно, будут просить дотации у Соединенных Штатов, и просто и у хумана, и у эльфа нет денег. Они живут в долг, в проголодь. И вот голодные, худые, истощенные футмены пытаются забить фаерлорда огненного из последних сил, поднимая мечи. Фаерлорд вновь бросается на утек. Это, в общем-то, самая его стандартная линия поведения. Здесь бы огненных элемов оставить, чтобы они размножались и размножались бы в свое удовольствие. Тем временем, судя по всему, мэйна у эльфа больше нет. Нага жмет телепорт, очень грамотный, разумный телепорт в метре от эльфа, и заслуженно сейчас умрет второй раз в своей жизни. И причем умрет от руки фаерлорда, который, видимо, хохочет сейчас от удовольствия, потому что возмездие настигло. Так, ну, ситуация довольно комическая. Я бы даже сказал, уморительно-гомическая, потому что, в общем-то, у хомана нет ингама, как мы видим. Эльф строит у него здесь аов, герои разбирают последних рабочих, но и у эльфа нет базы. Там должен уже рухнуть мэйн. Фаерлорд захиливается в магазине, я не знаю, на какие деньги, видимо, вот я еще раз предполагаю, что пришел транш из Соединенных Штатов. Аов достраивается, выкапывайся, ешь деревья, ешь деревья, ну как так, не доконтраливает эльф. Эх, он, видимо, уже разочаровался в идее поставить аов и... Ой-ой-ой, бестмастер! Рабочий может убить! Господи, как, не подконтролил! Быстро выкладывает, да-да-да! Господи, не добегает! Не добегает до живительной банки! Бестмастер заботливо выложенная была эта банка фаерлордом. Фаерлорд сейчас за все отомстит. У футменов, я уверен, нет грейдов на дефенс, а это значит, если поконтролите лемов, если поконтролите лемов, вот интересно, на кей шиши будет эльф и кап? Нет, смотрите, здесь виспы как-то отчинили! Вышка третья, заметьте, как грамотно было поставлено хуманом, она достреливает только до двух соседних башен. Очень красивая вышка. Полезная. Ну, эта вышка будет охотиться за лесной дичью, видимо. Изничтожая живность и фауну, кладящуюся на этой карте, видимо, так собирается хуман питаться на этой карте. Потому что денег у него нет решительно. Да, ну и, как мы видим, вроде как эльф отковыривается. Хотя, достаточно убежденно сказать об этом нельзя. Дело в том, что если как-то будут перечинивать виспы демедж от двух вышек, а они его перечинивают, хуман потерял инкам, у него есть только лес. Ну и, соответственно, если эльф не сбреет, если хуман не сбреет эльфу добывающую нычку, то, по сути, эльф со временем отстроит себе прокси здания и убьет хумана. Тем более, что здесь уже можно и дриад ставить. Эльф, кстати, алтарь пытался возвести для того, чтобы воскресить усопшего бестмайстера. Но тут футмэну вовремя обнаружили. Сей диверсионный маневр. Вот здесь Хантерс Холл. Но я бы все-таки рекомендовал эльфу немножко подальше это делать, потому что зачем Хантерс Холл строить на таком очевидном месте? Ведь висп может его влепить где угодно на карте и ищи свящи. Об этом и идет речь. Сейчас нужно каким-то образом эльфу пережить последнюю атаку на мейн. Если атака на мейн будет, нага побежала. Кстати, очень плохие новости для фаерлорда. Он в большой опасности. А видите, точки на базе. У эльф явно что-то строит еще. Но не знаю, если сейчас грамотно отконтролит хуман, то у фаерлорда нет шансов. Еще зачем-то вызвал... Нет, откупился элементалем огненным. Хотя, просто смотрите, здесь пытается как-то даже отбрехиваться. Но сейчас нага ему просто сломает. Сломает ему жизнь. Угодного элементаля застрелил. Нага получает третий... Должна получить третий левел. Здесь Хантерс Холл под шумок строится уже на мейне у хумана. Ответная любезность эльфа. И вот сейчас не должен уходить фаерлорд. У него есть банка, правда. Но добежать до... Вот здесь Хантерс Холл строится. До Мунвейлов, да. Вот на Мунвейлов можно пожить, действительно. Успеет ли он добежать к моменту... Точнее, наоборот, успеется ли Мунвейлов построиться к моменту добегания? Да, успел. Банка есть. Ни в коем случае нельзя задерживаться. Да, фаерлорд здесь очень тупит. Приходится выпивать банку и подхиливаться в колодце. Сказал, подхиливаться в колодце. И что он решает? Просто вокруг колодца бегать? Ну, здесь с нагой не стоит размениваться. Уже был этот опыт у фаерлорда. Магаз. Банка. Наверняка банка. Еще есть деньги на одну банку. Но не знаю, может она в кулдауне. Правда. Вот вопрос. Нет, выпивает все нормально. И вешает на нагу этот спелл, который никогда не выбирается на просцене. Хотя фаерлофт, в принципе, не герой просцены. Но, тем не менее. Огонек, который наносит там дополнительный демэдж, взрываясь после какого-то момента от автоатаки. И нага, кажется, умрет сейчас у нее. Там магазинов нет. Но, собственно, видите, побеждает пока. Пока побеждает тот, у кого больше денег. Это суровая правда жизни. Но Хуман, я не знаю, откуда он взял денег. И честно не понимаю, откуда он наскреб денег на нагу. А нет, там снова добывают рабочие. Господи, эльф. Действительно, он же не может выкупить бестмастера. Я не знаю, почему, кстати, нестоверно, он не может выкупить бестмастера. То для меня загадка. Но Хуман где-то сумел. Урывками натаскать мешков золота из шахты и выкупить нагу. Тут бестмастер воскрешается в алтаре. Все хорошо. А мэн живет. И вот уже сторожевое древо даже выращивается. Эльфу хватает денег. У Хумана хватает денег только на производство футменов. Но здесь, я думаю, что все-таки уже понятно. Динамика в этой игре не сумел никак Хуман помешать эльфу добывать. Голду самого долгое время. Рудник проставил. Соответственно, эльф гораздо богаче. Ну, а кто богаче, то прав. Правда, мэйн. Мэйн, мэйн, чини. Эльф пытается разменяться мэнами. У него есть два героя, но без инкама еще неизвестно. Как эльф будет пробивать три вышки Хумана? Тоже большой вопрос. И падает мэйн. Господи, виспы, как же вы так не досмотрели? Виспы эвакуируются. Миграция, большая миграция шаров. Нагу нужно обезманить. Ну да, здесь понятно, что эльф Хумана тоже мэйн снесет. Но дальше-то у эльфа остаются только стоящие где-то в отдалении здания. Тут вопрос в чистом поле. Кто кому вломит? Эльф, кстати, начинает выращивать нычку на мэйне у Хумана. Оставляя себе еще одну надежду. Ну, собственно, теперь главный вопрос. Хуману нужно срочно бежать отменять нычку. Но я не знаю. Я не уверен, что Нагу с тремя футменами наломит лица вражеским героям. Я вот тут очень в этом не уверен. То есть, если у эльфа нычка вырастет, то это тонкий стратегический ход. Потому что инкам снова продолжится. Соответственно, начнется наем войска, а Хуман останется без денег. То есть, отдача этого мэйна, главного своего мэйна, Твердва, это был такой эльфийский гамбит. Там третьего левела, кстати, уже Фаерлорд. Очень приличные эти огненные элементали. Они довольно толстые и жесткие по бумагу становятся. В общем, да. Не позавидуешь здесь Хуману. Сейчас, я думаю, что он уже потихонечку начинает все понимать. Да, у него есть последний форпост, но без денег. Эльф в любом случае, в любом случае построит боеспособную армию с доходом от золотовалютной вышки. Построит боеспособную армию, которая уничтожит этот последний оплот Хуманской обороны. Здесь два Никодима таскают бревна. Непонятно зачем. Без золота эти бревна никому не нужны. Теряет еще одного футмена. И вот здесь, кажется, приходит конец нашей истории, потому что эльф обнаруживает Хумана. Телепорта у Наги нет. Можно просто загрызть змею. Да, начинается фокус по змее. Хуман теряет змею. Но в любом случае, игра эта получилась очень необычной. Я думаю, что вам в этот раз точно понравится. Да, там не было какого-то супер-божественного контроля. Не было про игроков. Но, тем не менее, демок с таким развитием сюжета, думаю, вы редко где найдете. Да, ну вот эльф, кстати, пытается проломить последние вышки. Но здесь вопрос в том, что head only 15 minutes to play, пишет Хуман. Поэтому так вот жестко решил застраивать эльфийский мейн. Nice work. Отбился эльф, действительно, хладнокровно отбился от этого космического, психоделического раша-хуманского. Ну и, в общем, заслуженно победил. Необычные сочетания героев. Крайне нетривиальное начало игры. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Банни Вор и сайт goodgame.ru. Подписывайтесь на наши каналы на YouTube и на мой, и на канал сайта goodgame. Они в описании к ролику. До новых встреч. В следующей серии про спойлерю будет точно один игрок, которого вы никак уж не сможете при всем желании назвать нубасом или анскиллом. Так что ждите. Следующая серия будет наполнена восхитительным, виртуозным мастерством проигрока. Ну а на этом все. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok